В 1999 году в российский прокат вышла криминальная драма «Ворошиловский стрелок». Фильм о ветеране Великой Отечественной войны, решившем устроить самосуд, чтобы отомстить за внучку, полюбился зрителям. Не в последнюю очередь причиной тому стало его соответствие настроениям, которые в то время царили в обществе. Главную роль в картине исполнил великий актер Михаил Ульянов, скончавшийся в 2007 году. Кроме того, в фильме снимался Владислав Галкин, которого не стало в феврале 2010-го. И сегодня мы расскажем вам, как сложились судьбы остальных артистов, сыгравших других ключевых персонажей. В «Ворошиловском стрелке» Анна предстала в образе чистой и светлой девушки Кати. В 2004 году Синякина окончила актерский факультет ГИТИСа, руководителем курса был Валерий Гаркалин. В кино она снимается редко, зато ее можно увидеть на сцене Московского театра «Школа драматического искусства». Башаров сыграл одного из парней, который надругался над Катей. После «Ворошиловского стрелка» его актерская карьера складывалась довольно успешно. Впрочем, в последние годы пресса чаще пишет о нем в связи с многочисленными скандалами, касающимися личной жизни артиста. Среди прочего, речь идет о пристрастии Марата к алкоголю и о том, как он периодически поднимал руку на бывших жен. Макаров исполнил роль молодого бизнесмена Бориса Чуханова. В 2004 году артист приобрел широкую популярность благодаря съемкам в картине «Личный номер». За последние 20 лет Алексей успел трижды официально жениться, обзавестись дочерью и сыграть в большом количестве фильмов и сериалов. После «Ворошиловского стрелка» Илья не слишком часто снимался. Гораздо успешнее сложилась его карьера в театре. Он состоит в труппе «Современника» и на данный момент занят в пяти спектаклях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы еще больше узнавать про кино и актеров. Будьте с нами, с нами интересно! Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok